Продолжение следует... Первая часть этого проекта, этого института в Словакии, это проект Cost of the State, цена государства, которая является частью такой компании фискального образования, фискальной грамотности, когда людям объясняют, что идут технологии и как они распределяются, и как можно сделать это более эффективным, более прозрачным для граждан. И как бы Радаван поэтому и приехал в первую очередь в Минск, потому что тут находится его дочерний проект или синовний, который называется Кошка Рада. Вероятно кто-то из вас его уже знает, и в общем-то поэтому я модерирую эту дискуссию сегодня, потому что Радаван это наш вдохновитель. Я являюсь экспертом проекта Бепарт, и Кошка Рада это наш проект, Радаван, соответственно, наш, скажем так, идейный вдохновитель. Продолжение следует... Я очень рад и благодарен организаторам, что я могу поговорить с вами, и я счастлив, что так много людей интересны в проблемах в Европейской Унионе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Радаван благодарит организаторов сегодняшней встречи, и он счастлив видит здесь так много людей, которые заинтересованы в этой теме. Я очень рад и благодарен этому приглашению, потому что я думаю, что Европейская Унионя потратит очень значительное деньги, чтобы представить Европейскую Униону везде. И в моем личном восприятии, это не всегда целая картинка, которая представлена. Европейский Союз потратит очень много денег, чтобы презентовать себя за рубежом, и с точки зрения Радавана, не все эти деньги, которые тратятся на презентацию явны. Я поговорю в моем презентации... Продолжение следует... 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 Официально 7 десятых. Официально 7 десятых. Официально 8 десятых. Это секрет государства. Окей. В начале крисы, Европейская Униония потеряла 8,5 миллионов full-time jobs. Вы можете представить, что весь Бенелукс, Белгия, Люксембург, все страны не работали. Это количество потерянных работ. С начала кризиса, в Европейском Союзе примерно 8,5 миллионов людей потеряли свои работы с полным графиком. Если провести параллели, то это население стран Бенелукса, то есть элеги Нидерландов и Люксембурга, которые стали безработными. Это очень важная вещь в Европейском Союзе. Только в Испании около миллиона людей, занятых в секторе строительства, потеряли работу. Экономический кризис, начавшийся в 2007-2008 годах. И вы можете видеть, на шарте, что проблема еще растет. как уже сказал Родован, и кризис начался в 2007-2008 годах. И судя по приведенной таблице, можно сказать, что уровень безработицы растет и растет. И мы вряд ли можем надеяться, что все худшее позади. Вы вряд ли можете припомнить другой кризис в истории человеческой цивилизации, когда выздоровление именно рынка труда требовало так много времени. Вы можете читать новости, согласно которым внутренние валовые продукты из стран-членов Европейского Союза растет. Обороты экспорта также растут. Однако всего этого недостаточно для улучшения ситуации на рынке труда. Это таблица показывает наличие новых рабочих мест. Вы можете видеть, что уровень Европейского Союза в 2007 был гораздо выше, чем сейчас. И, впрочем, это все остается. На этой таблице вы видите, что уровень наличия свободных вакансий, которые были у Европейского Союза в 2007 году, гораздо выше, чем он есть сейчас. Население Европейского Союза не тратит так много денег, как они тратили до того момента, когда начался кризис. На этой приведенной таблице вы видите уровень инвестиций в промышленное производство. Если провести линию от старта до уровня 2010 года, мы видим, что на сегодняшний момент происходит стагнация в этом секторе. Европейского Союза Время инвестиций не финансовых компаний мы видим, что уровень этот упал. Конечно, падение не совсем значительное с 23% до 19%, однако является это очень значительным показателем. Несмотря на то, что уровень основных центральных банков Банков Ингланд, Европейский центральный банк и Федеральная резервная банка около 0, поэтому центральные банки не дают ничего денег по поведению на рынок Несмотря на то, что процентные ставки центральных банков таких, например, как Банк Англии или Европейский центральный банк представляют свои процентные ставки этих банков равны нулю, то есть практически банки одолжут банковской системе деньги по нулевым процентам. The banks in the European Union are not providing more loans on average. В целом, банковская система стран-членов Европейского Союза не увеличила уровень займов, которые она предоставляет гражданам. So, the banks can borrow money from central banks for nothing, and that's why they should have no problems to lend money to investors. It's not really happening. The banks are afraid of new projects because they are afraid that new customers will come and pay for the new goods or services. And why? Why banks are afraid of customers? Because if you have high unemployment, people don't earn enough money to buy new goods. In general, people just don't have additional money to buy additional goods. They keep their consumption on the stagnant level. The growth of wages is slow, there are many unemployed people, so the consumption of the households is stagnant. There is no prospect of new consumption that would generate profits for new investments. The third factor is stating that it bears slowly on the market is мне and due to the cost of the people demand У людей есть какие-то сбережения, которые они могут инвестировать в другие проекты. Сейчас в Европейском Союзе весьма плохо. И некогда сравнивать ситуацию сегодня, которая в Европейском Союзе, с тем, что была в годы Великой Депрессии в Соединенных Штатах Америки. К примеру, на этой картине, на этой фотографии. Фотография снята в 1930 году в США. Экономисты сравнивают ситуацию, которая сейчас в Европейском Союзе с Россией. С той, что была в годы Великой Депрессии в США, потому что не происходит поднятие рынков. Обычно для того, чтобы рынок восстановился, требуется 12-18 месяцев. А уже прошло 5 лет, и ни о ком восстановлении рынков речи не идет. И не существует хороших прогнозов. Но, конечно же, мы не сравниваем жизнь граждан Европейского Союза с жизнью граждан США в годы Великой Депрессии. На данной таблице показано, что граждане Европейского Союза путешествуют больше и путешествуют хорошо. Возможно, проблема заключается в том, что население Европейского Союза – это стареющее население. И очень тяжело финансировать именно стареющее население. В США был приток миграции, то есть рост количества потенциальных рабочих рук, и все это способствует росту экономики в целом. В Европе это, к сожалению, не так. Так что же необходимо изменить? Что необходимо для того, чтобы экономика Европейского Союза снова начала расти? Европейскому Союзу нужно значительно реформировать рынок труда. К примеру, в Испании, если работодатель хочет уволить работника, который проработал ему 20 лет, он должен обеспечить ему в качестве компенсации 20 зарплат. Это очень серьезным стимулом для того, чтобы не нанимать много людей и не нанимать людей на долгосрочные контракты. Другая вещь необходима – это увеличение компетитивности, но без регуляций. Сейчас в Европе это создать нормы и регуляции для всех, но это очень бюрократно и дорого для новых предприятий. Также следующим является необходимость увеличения уровня конкуренции. Однако это не должно быть связано с введением новых законодательных инициатив по ограничению этой конкуренции. Европейский Союз пытается урегулировать практически все сферы. Однако, к сожалению, для многих начинающих предпринимателей это может оказаться не очень хорошим. И последний – это трансформация или реструктурирование банковского сектора, который все еще не отправился от последствий кризиса. Это была первая часть нашей дискуссии. В следующей части я буду рассказывать о государственном долге. Вопрос, Родова, на сколько составляет государственный долг Республики Беларусь? Двенадцать? Двенадцать? Средним по Европейскому Союзу является девяносто. Эта цифра по Европейскому Союзу в целом составляет примерно сто процентов. И может быть вы знаете, что когда евро-зона была установлена, была права, что никакого государственного долга должна быть выше, чем 60% государственного долга. Когда реобразовалась евро-зона, было в документах фигурировало условие, что для страны, входящей в Европейский Союз, значение государственного долга не должно быть больше, чем 60%. Можете посчитать, сколько стран членов Европейского Союза на сегодняшний момент отвечают этому условию. Но, кроме Швеции, Чехии и Дании, все остальные страны, которые попадают в это условие, они просто не могут себе позволить более высокий уровень государственного долга. Не только уровень государственного долга очень высок, он все еще растет и растет. На данной таблице приведено отношение к росту за третий квартал 2013 года. Кроме того, социально-ориентированные демократии обычно не выплачивают эти долги. Ситуация решается только при условии, что экономика растет гораздо быстрее, чем накапливается государственный долг. Но это был предыдущий подход, который исповедовали страны членов Европейского Союза. При высоких темпах роста экономики они могли позволить себе быть социально-ориентированными. Экономический кризис начался в 2008-2009 году, но вот четыре года спустя долг государственный все еще растет. Если сравнивать, то на сегодняшний день задолженность стран-членов Европейского Союза, мы говорим о развитых экономиках, сравнимо с уровнем задолженности в области страны членов Европейского Союза, мы говорим о развитых экономиках. Во время Второй мировой войны, когда экономика этих стран была практически разрушена. Мы живем в очень странное время. Мы говорим о растущем долге, мы говорим о том, что необходима экономия, строгая экономия. Но только три страны, как вы видите на этой схеме, понизили государственные расходы. Это разница между 2007 годом и 2012 годом. На этой схеме привезены расходы и доходы Европейского Союза. И вы можете видеть на этой схеме, что если Европейская Союза уменьшает дефицит между этими двумя, то это преимущественно уменьшает доходы и доходы. Если Европейский Союз и снижает разницу между своими доходами и расходами только за счет того, что увеличивают фенологию из города. Такая тенденция не способствует экономическому росту. Европейская Союза очень развита социальное ориентирование государств. Например, траты на социальную сферу, на здравоохранение. Это означает, что не так много людей заняты непосредственно работой, потому что существует большое количество различных пособий, которые гораздо более выгодны, чем работа. Велфер-стейт финансируется от зарплаты. Велфер-стейт финансируется от зарплаты. Если вы в ситуации, где вы не создаете новые работы, зарплаты стабильны, и в вашем вельфер-стейт, и в вашем вельфер-стейт, и вложение увеличивается, то вы в большом проблеме. Потому что если вы не создаете новые рабочие места, это означает, что зарплаты остаются на прежнем месте, у вас не увеличиваются ваши доходы, вы в большом проблеме. Кроме того, что государство расходует средства на различные типы пособий, и в Беларуси, где я думаю, что это очень большая. Кроме того, что государство расходует средства на различные типы пособий, а также на пенсии, еще одним значительным источником расходов для государства являются компенсации госслужащим. И в некоторых странах Европейского Союза уровень этих расходов может оказаться гораздо большим, чем в Республике Беларусь, где, как говорит Родован, он также значительен. Проблема Европейского Союза и Еврозоны является то, что соглашения, которые были подписаны, и те цели, которые были намечены, к ним не стремятся, а условия соглашения не выполняют. There is a reason why it is that governments of European Union are not facing the direct risk of financial markets. In simple words, whichever country can feel, if I will get to the trouble, Germans will pay for it. Проще говоря, если какое-то государство, член Европейского Союза, сталкивается с какой-либо финансовой проблемой, правительство этого государства думает, ну, прекрасно, если я попадаю в проблему, за это заплатит Германия. So, in terms of the government debt, what is needed to stop the growing indebtedness? Что касается государственного долга, что же необходимо предпринять, чтобы уменьшить его размеры? Nowadays, the countries in European Union collect 40 up to 50% of GDP in taxes and contributions and stuff like that. На сегодняшний момент страны-члены Европейского Союза примерно 40-50% своего внутреннего валового продукта собирают за счет различных фискальных механизмов, таких как, например, сборы, налоги и так далее. It's difficult to imagine that they can collect more. That's why, if you want to balance the budget, you need to decrease the expenditures. Вряд ли можно предположить, что они могут собирать еще больше. Таким образом, для какой-либо гармонизации бюджета, скорее всего, нужно каким-либо образом уменьшить расходы правительства. Cannot significantly decrease expenditures if you leave welfare state untouched. И также невозможно значительно снизить государственные расходы, если не касаться уменьшения социальных обязательств государства. You have to change the incentives because the governments who cannot feel the pressure of financial markets in terms of interest rates, they would not behave responsibly. Таким образом, нужно поменять мотивацию. Если государство не чувствует на себе влияние финансовых рынков, оно не будет вести себя в большей степени ответственно в данной сфере. Это была вторая часть. Третья часть будет посвящена финансовому кризису еврозоны. В 2001 году, когда был запущен проект евро, его встречали с распростертыми объятиями и его рассматривали как победу. В 2008-2009 году, в момент кризиса, мы были очень близки к тому, чтобы закончить этот проект. Сейчас я буду объяснить почему. Фридрих Август фон Хайек, автор вот этого высказывания замечательного, был экономистом, философом, также лауреатом Нобелевской премии. Он также говорил, что политическим проектам для того, чтобы выжить, необходимо определённое экономическое обоснование. Если же политики не уважают и не поддерживают основные фундаментальные экономические закономерности, то проект, скорее всего, окажется неудачным. Евро был представлен в 1999 году. и за несколько лет он изменил процентные ставки во многих государствах. И таким образом в этих государствах можно было одалживать деньги у центральных банков за одинаковую стоимость. Финансовые инвесторы не думают, что в Гристе экономия не слабая, она всегда в дефиците, мы должны дать им высокую интересную рост. Мы думали, что греческая экономика, экономика Греции слабая, мы должны давать им деньги под высокие процентные ставки. Но они думали, что если они в одном монетарном системе с Германией, Недерландом и Европейским, они думали, что эти сильные страны всегда помогут Греции. Остается, что эти ведущие экономики так или иначе помогут Греции. Но финансовые системы по всему миру не были достаточно здоровыми перед тем, как возразился кризис в 2007 году. Кризис начался в США, был связан с кризисом ипотеки. И этот кризис перекинулся на Европу, потому что европейские банки хотели зарабатывать деньги на американском рынке. Греция, Португалия, Ирландия, все эти страны оказались легко подвластны кризису именно потому, что пострадала их банковская система. Инвесторы осознали, что это ненормально давать один и тот же банковский процент займам, например, Германии и той же Греции. Это было иллюзия, что вы можете получить один и тот же процент займам и Германии, и Греции. Если вы будете давать очень большие деньги под очень маленький процент неразвитым экономикам, такими, как, например, Испания или Ирландия, по сравнению, конечно же, с Германией. Будет создаваться мыльный пузырь активов. Сейчас в Испании больше, чем один миллион квартир, в которых никто не живет. Это больше, чем во всех Соединенных Штатах Америки. Я не помню, если это было 2006 или 2007, когда в Испании было больше квартир, чем по всему Европейскому Союзу. Что-то подобное случилось в Ирландии. Это правительственные индексы, или цены в Ирландии, которые падали. Это было 100% в 2005 году, увеличилось до 130% в 2007 году. И, когда инвесторы поняли, что это была бобла, то это было жестокое увеличение до 60% уровня. Похожая ситуация сложилась в Ирландии на рынке жилой недвижимости. Если в 2005 году уровень составлял 100%, то после этого цены пошли вверх. И только когда инвесторы осознали, что все это надутый мыльный пузырь, ситуация резко изменилась и цены обрушились. Представьте себе, выстроится квартира, за нее нужно заплатить 1 200 000 евро. Это в ценах 2007-2008 года. Вы ее построили, и буквально через 4 года ваша квартира стоит 700 000 евро. Таким образом, иллюзии, что у разных стран могут быть одинаковые кредитные риски, оказываются весьма затратными. В 2008 году Европейский союз осознал, что среди них есть заболевшая страна, оказалась Греция, и ее попытались спасти, вылечить. У нас есть два варианта. Мы могли оставить Грецию и оставить ее в покое, или Европейский союз предпринимал какие-либо действия, чтобы спасти страну и вывести ее из кризиса. И если бы Греция обанкротилась, весь проект еврозоны мог бы оказаться в серьезной опасности и вполне возможно мог бы и закончиться. Есть сильная оппозиция, и есть много политических причин, особенно, чтобы оставить Грецию живой. Естественно, банкротство Греции встретило очень сильное неприятие, и основными резонами здесь были политические, поэтому было именно принято политическое решение о спасении Греции, хотя как бы и достаточно дорогостоящей. Интернациональный валютный фонд, который был основан богатыми странами для того, чтобы помогать бедным странам, к сожалению, сейчас в основном помогает богатым странам. Видите, это количество помощи выделяемой Европейским союзом Африки, зеленая, фиолетовая – это Азия, и ярко-красная – это страны Европейского союза. И красная – это европейский союз, а серая – это вся остальная Европа. Когда мы начали в 2009 году, мы сказали, что мы должны помочь Греции, и это все. Европейский союз будет спасена. Теперь, после 4-5 лет, мы имеем Сайклос, Португоль, Спейн, Айрланд, Греция, Италия на ждем, Франция просто застала. Если в 2008 году говорили, что только необходимо спасти Грецию, и все будет хорошо, то 4 года спустя ситуация ухудшилась. Теперь нужно спасти Кипр, Португалию, Ирландию, Грецию, Испанию. Кроме того, к опасной зоне приближается Италия и Франция недалеко. Все ждут, насколько хватит Германии. Итак, вместо того, чтобы оставить государство в Банковском секторе, и проблемы в Банковском секторе, должны быть отправлены людям, в Текстпайерам. И при решении кризиса в Греции было принято следующее решение. Проблемы банковского сектора, проблемы финансовой сферы были переложены на простых людей, простых граждан, государств. Представьте себе, у германского банка есть долговые обязательства Греции. Греция не в состоянии оплатить свои облигации. В нормальном мире, так сказать, нормальном мире, такая ситуация будет развиваться следующим образом. Дочери долговые обязательства пытаются как-либо окупить сам немецкий банк, и это будут его проблемы. После этого он понесет какие-то потери и попытается выздороветь. Получается, что если банк сталкивается с какими-либо потерями, то он пытается каким-либо образом компенсировать и справиться с ситуацией. Получается, если какой-либо кредит или заем не выплачивают, это всегда проблема того, кто брал этот заем и самого банка, который такой заем выдал. Но банки знали, что Греция идет к проблемам, и вместо того, чтобы работать с Грецией, они покупали больше и больше бондов, потому что они верили, что евро-зона будет зарплатить деньги. Однако банки, давая займы Греции, осознавали, куда движется Греция, о том, что Греция – это не очень надежный партнер. Однако вместо того, чтобы снизить объемы займов, которые они предоставляли Греции, они покупали все больше и больше долговых обязательств этой страны, осознавая, что даже если Греция попадет в очень сложную ситуацию, правительство Европейского Союза так или иначе компенсирует все это. Таким образом, правительство Греции выпускало все новые и новые долговые обязательства за счет своих налогоплательщиков и для того, чтобы, таким образом, помогая и банкам Германии, и самой Греции. Таким образом, однако оказалось, что не только немецкие налогоплательщики будут окажутся крайними в этой ситуации, но весь Европейский Союз. Таким образом, все страны члены Европейского Союза каким-либо образом взяли обязательства за долги Греции? То есть у каждой страны был свой собственный процент гарантии. К примеру, в Словакии процент составил 35 от внутреннего валового продукта, в то время как у Австрии только 15. В 1999 году банковский сектор Словакии находился в не очень хорошей форме. Мы не были членами Европейского Союза, и мы должны реконструировать свою финансовую и банковскую сферу за счет собственных активов. Сегодня, в Спании банковский сектор в похожей ситуации находится финансовый сектор Испании. Но в Спании не готовы платить за это самостоятельно. Они прощают Европейский Союз за помощь и деньги. Примерно сейчас в похожей ситуации находится финансовый сектор Испании. Однако Испания не намерена тратить собственные активы для трансформации и реструктурирования банковского сектора. И она хочет, чтобы за все это заплатил Европейский Союз. Экономисты используют такой термин как «моральная опасность». Это означает, что если я верю, что кто-либо заплатит мои траты, я стану вести себя более рискованно. Если стоимость распределяется на все население, то получается, что она не кажется такой большой. Есть проект, в котором собирается вся информация, посвященная спасению еврозоны. В Словакии не было никаких проблем финансового кризиса, и финансовая банковская система в Словакии абсолютно здорова. Однако, тем не менее, Словакии приходится предоставлять финансовые гарантии, которые при пересчете на каждого гражданина Словакии составляют 2993 евро. Кризис, который начался четыре года назад, все еще слишком дорого обходится. Вопрос заключается в следующем. Как же так получилось, что из практически расстроенной банковской системы и с весьма высоким уровнем безработицы еврозона все существует? В 2012 году глава Европейского центрального банка Драги сказал, что мы спасем еврозону, чтобы это нам не стало. Сабельство означает печатание еще больших денег. Многие банки в еврозоне являются неплатежеспособными. Неликвидными означает, что у них есть какие-то временные проблемы, неплатежеспособные. Это означает, что у них проблемы более серьезные структурного плана. Банкам необходимо одалживать деньги на финансовых рынках, однако они не в состоянии это сделать, потому что у них недостаточно для этого активов. Поэтому Европейский центральный банк поступает следующим образом. Он печатает деньги и раздает их банкам практически бесплатно. На этой картине вы можете видеть активы Европейского центрального банка. Это красная линия. И они составляют 1 триллион евро. И вся эта сумма была роздана другим банкам, национальным банкам только для того, чтобы эти банки остались на плаву. Однако, самое интересное, что правительство и центральный банк полагают, что банки будут использовать эти деньги для выдачи займов потенциальным инвесторам, гражданам Европейского Союза. Но, как мы уже видели, этого не происходит. Все банки просто оставили деньги на их балансе и не дали никаких денег. И сейчас они возвращают деньги обратно европейскому центральному банку. Самой большой проблемой Европейского Союза сейчас является дефляция. До того, как начали печататься эти деньги, многие экономисты говорили, что если начать печатать деньги, то вместо Европейского Союза будет, к примеру, Руанда, гиперинфляция. Но инвесторы и частные предприниматели понимают, что Европейский Союз в большой беде. Они также знают, что и США в большой беде. И опасаются совершать большие инвестиции. Это еще пример того, как и Европейский центральный банк показывает, что Греция – это ответственная страна. Например, процентные ставки упали до 10%. Несмотря на то, что Греция находится в экономической рецессии, объемы внутреннего валового продукта в Греции снижается около 6 лет уже. После 5 лет спасения Греции, Европейский Союз говорит об уже третьей попытке ее прикончить. Проблема Греции настолько серьезного. Один пример – это, когда Европейская Союз начала бейла Грецию, они ожидали, что в 2014 году они приватизируют ассетов 35 миллионов евро. Когда Европейский Союз начал спасать Грецию, то ожидалось, что в 2014 году приватизация активов составит 35 миллиардов евро. Далее вы можете видеть, сколько на самом деле получили за эти активы. Греция не может одалживать деньги на финансовых рынках, потому что, к сожалению, никто не даст ей в долг. Потому что если вы одалживаете деньги по 10%, а ваш государственный долг составляет 150% внутреннего валового продукта, то 15% ВВП будет уходить на обслуживание этого долга, на ставку процентов. Представьте, каждый второй или третий рубль, который вы отдаёте правительству в качестве налогов, будет использован для обслуживания государственного долга, то есть всем инвесторам, которые дали стране в долг. Такие же проблемы сейчас у Ирландии и у Португалии. Есть много рисков с Италией и Францией, в том числе их будущей способности уменьшить дефицит. Такие же очень серьёзные опасения вызывают Италия и Франция. Опасения, связанные с тем, смогут ли эти страны уменьшить дефицит бюджета. Причина эта самая, что эти страны не будут адаптировать реформы, потому что они не чувствуют прибыль на финансовых рынках. Причина этому заключается в том, что страны не хотят проводить какие-либо реформы, потому что экономика этих стран не чувствует воздействия финансовых рынков. Еще один важный факт о кризисе еврозоны заключается в следующем – никто не может застраховать ваши депозиты в европейских банках. Центральный банк Кипра, частью Европейского Союза, присоединил, что никто не может застраховать ваши депозиты. На экране вы видите письмо Центрального банка Кипра, который входит в финансовую систему Европейского Союза. В письме говорится о том, что простые граждане не должны беспокоиться о своих сбережениях в банке. Через две недели все сбережения, которые превышали 100 тысяч евро, потеряли примерно 30%. Получается, обычные люди, обычные пользователи банковской системы, потеряли свои деньги для того, чтобы спасти Грецию в целом. Ну, на счастье, Кипр не очень большое государство. Однако, если какая-либо страна побольше попадет в ту же ситуацию, то жители этой страны должны испытывать гораздо большее опасение за свои сбережения. Основная проблема Европейского Союза заключается в том, что до сих пор правительство Европейского Союза притворяется, что все страны-члены ЕС одинаковы, равны. Но страны разные. Есть страны, в которых никто не обратит внимание на такую ситуацию, изображенную на картинке. Но вы представьте, что случится и произойдет это в Германии. А что случится? Что случится? Что случится? В Германии. Приязывайте. Что случится? Что случится? Нет? Нет? Нет. Нет. Нетzig! So, there are some things that are needed to recover and reconstruct the financial sector in EU. Чтобы реконструировать и реформировать банковскую финансовую систему Европейского Союза необходимо следующее. Даже после 6 лет, банковская система не реструктурирована. Если у банка есть долговое обязательство Германии или Словакии, с точки зрения банка риски для этих обязательств одинаковые. Но за этим не стоит никакого экономического обоснования. Естественно, что экономика Словакии гораздо менее сильная в сравнении с экономикой Германии. В том, что касается государственного долга, получается, что способность оплатить его у налогоплательщиков Германии гораздо больше возможностей, чем у налогоплательщиков Словакии. Таким образом, банк, у которого есть долговые обязательства Словакии, должен иметь больше капитала. Еще одна вещь, что Европейский Центральный Банк предоставляет займы Европейским странам и Европейским банкам под одинаковые условия. И таким образом он отдаляет необходимые реформы. Возможно, вы не знали, но бюджет Европейского Союза составляет около 1% от ВВП всех стран членов Европейского Союза. Однако со всеми долговыми обязательствами, а также перераспределением активов, эта сумма значительно возрастает. В обычном времени, в нормальной ситуации, в решении о государственном долге принимается демократически избранными правительствами. На сегодняшний день все решения, связанные с этой проблемой, принимаются менеджментом Европейского Центрального Банка, который не избирается. Таким образом, если налогоплательщикам не нравится подобная проводимая политика, и их что-то не устраивает, у них нет никаких рычагов воздействия. И все решения, связанные со спасением какой-либо страны, принимаются за закрытыми дверями. И вполне оправданным завершением всего этого является рост национализма и скептического отношения к будущему Европейского Союза. Если мы хотим выбраться из данной ситуации, то нужно сделать следующее. Позволить банкам, слабым банкам, которые находятся в сложном положении, обанкротиться. Мы должны почистить финансовую систему. Мы должны договориться о том, что банковский сектор не будет спасать национальные правительства. Это очень тяжело, потому что с самого начала зарождения Центральной банковской системы банкиры и высшие чиновники, государства спят в одной постели. Но если мы отправим ответственность обратно обратно банкам и правительствам, и мы позволим финансовым рынкам использовать различные процентные ставки для различных национальных рынков, мы можем уменьшить моральных рисков. Мы можем уменьшить моральные риски. Гармонизация, таким образом, может стать препятствием для будущего роста. Если позволить банкротство, произойдет падение объемов богатства. Однако последующий рост будет значительно выше, потому что для него будет здоровый фундамент. Причина, почему Европейский Союз находится в ситуации стагнации, когда они создаются новые рабочие места, is that the reconstruction and healing process is so wrong. And it may happen that, as in Japanese, they say they lost the decade, that these forecasts of stagnant growth will last another decade. Life in European Union is still beautiful compared to the rest of the world, definitely. But the prospects are not so optimistic. Thank you very much for your attention. What's the situation in the production sphere of Zlovakia? Are there any enterprises that were not merged or acquired by some big transnational conglomerates? Or some world industries are more or less successful? Словакия is the biggest producer of cars in the world, measured per capita. Словакия является самым крупным производителем автомобилей, если рассчитывать на каждого человека, на душу населения. Our original car producer has been acquired by Volkswagen. And then Kia and Peugeot came to Slovakia to produce cars. Most of the energy sector and iron-producing sector or steel-producing sector has been privatized by foreign investors. They have brought tremendous effectiveness to the country. In numbers, Slovak export is still growing and is huge. But we have 14% unemployment rate. In last year, the production of car factories increased by 44%. Уровень производства автомобилей в прошлом году увеличился на 44%. But the employment in the sector went up only by 4%. Но в то же время занятость людей в этой отрасли увеличилась лишь на 4%. So foreign investors brought many robots. The problem is that robots are not paying taxes and contributions. I'm sorry. The problem is that robots are not paying taxes and contributions. So you may have growth of industrial production, without subsequent growth of employment and growth of government revenues. So industry is doing well in Slovakia, but not so many benefits from it. So the economy is feeling well in Slovakia. So the economy is feeling well in Slovakia, but it does not affect the whole picture of the whole world. Next question. So please. I have a question about another country, European country, probably about Island. How do you think, how do they live there? How do they live in the bank? What is the situation with the banking system of Iceland? And what will happen if some other country will follow their example? I am not a specialist on Iceland, but I know that they didn't wanted to transfer all the losses on the population. They said just we will not pay because it's also the mistake of UK investors, who believe that they can earn money on the Icelandic currency. As I said before, for each default, За любой неоплаченный долг существует два виновных, две виновные стороны. И если долг страны составляет более 100%, то с точки зрения родована лучше, если страна обанкротится, потому что нет примеров, чтобы страна имела такой огромный долг и как-то выбралась из этой ситуации. К примеру, Греция могла банкротиться, Ирландия могла банкротиться, однако политики в Eurozone этого не допустили. Таким образом, если еврозона планирует выжить, необходимо либо строгие правила, которые необходимо следовать, либо возможность банкротства стран-членов. Исландия намеревалась присоединиться к Европейскому Союзу, однако условием присоединения явилось взятие ответственности за потери. Кроме того, существуют разногласия между Европейским Союзом и Исландией, связанные с зонами, в которых разрешено рыболовство. Поэтому прогнозы и возможность того, что Исландия останется независимой, достаточно высоки. Но, в то же время, премьер Исландии преподал значительный урок менеджменту центральных банков в Европе и по всему миру. Менеджменты центральных банков представляют собой людей, которые думают, что они могут управлять экономикой. К примеру, глава центрального банка Америки в 2005 году говорил, что у них все под контролем. Но это все оказалось иллюзией. По некоторым подсчетам, около 50 тысяч людей живут за границей. Мы имеем около 2.2 миллиона работающих в Словакии. И что процент? Ну, 5 миллионов человек живут в Словакии. Есть специальный показатель, который отражает безработицу среди молодых людей. Людей, которым моложе 25 лет. Однако, с точки зрения родована, это не очень хороший показатель. Потому что любой автомеханик или, например, водопроводчик должен иметь университетский диплом. Поэтому, примерно 30% среди тех, кто рабочий в университете. Примерно 400 тысяч безработных в Словакии и примерно 20-30 тысяч из них составляют молодежь. И как часто они приходят в других европейских стран? И как часто они приходят в другие европейские страны? Ищут новые работы. Ну, я не знаю, как ответить вопрос. Потому что, я думаю, что это не так большой, Это огромное количество этих 40 тысяч людей, которые в университете. И большинство их там. Господин Родован затрудняется в ответе на этот вопрос. Потому что 50 тысяч живущих за пределами, это не такая большая цифра. Пожалуйста. Хотел бы узнать, рабочие на консервированном заводе Volkswagen получают столько же, сколько немецкие рабочие на таком заводе? Окей, workers working in Slovakia plants of Volkswagen, do they earn the same amount of money as the German colleagues? No, they earn twice as much. Twice as much? Нет, они получают дважды больше. Нет, нет, нет. They would not come to Slovakia. You must provide, sort of, some advantage to the investor to come to Slovakia. Для того, чтобы какой-нибудь инвестор пришел в Словакию, для него должны быть какие-то преимущества. И вот одно из таких преимуществ. So I estimate that they earn maybe one third of the workers in Germany. But 150 or 1.5 of average wage in Slovakia. So the workers in Volkswagen belong to the maybe 20% of the employees with the highest salary. И рабочие завода Volkswagen принадлежат тем 20% рабочих, которые... 20% жителей Словакии, которые имеют наибольший доход. Да, пожалуйста. У меня два вопроса на конечную ситуацию в Беларуси. Как экономика и евразвязи отлюстровывается на Беларуси. Первое вопрос – на экономике Беларуси. И другое вопрос – как экономичная ситуация в Беларуси уплывает на отношения с европейским связом и Россией. Каково влияет на отношения с европейским экономикой на Беларуси? Как вы думаете об этом? И есть еще одна вопроса. Украина – это не только не дает. Компании на Европейском Союзе. The demand in European Union, in general, is stagnant. Or low. So, the companies that are exporting to European Union, Have to either decrease the price, Or create better products, If they want to sell more than the European Union. На сегодняшний день спрос в Европейском Союзе находится в стагнации. То есть для того, чтобы продать что-либо в Европейском Союзе, нужно либо снижать цены, либо производить очень качественный продукт. Следующий вопрос. Что вы думаете? Европейский Союз и Беларусь имеют очень большую разницу в населении. Естественно, что страна, у которой есть Газпром и бесчисленные природные богатства, в том числе природный газ, оказывает значительное влияние на экономику Европейского Союза. И я думаю, что Российская экономика много теряет от стагнации Европейской экономики. Существующая ситуация ведет к уменьшению... Мой вопрос есть продолжение у предыдущего вопроса. Вот вы говорили, что одновременно безработица была большая и кредиты отдавались под близкие к нулю проценты. Почему тогда эти кредиты не пошли на развитие среднего и малого бизнеса, что снизило бы безработицу и подняло бы ВВП страны? Уиноплоументный рейт был очень высоким, но рынок был очень низким. Однако, все логи для коммерческих банков были не дадут к маленьким и медленным бизнесам, различные стартапы, по которым улучшатся иноплоументами. Представьте себе, что вы переносите завод Пежо из Франции в Словакию. У вас было 4 тысячи французских рабочих, которых была 3 тысячи французских рабочих. Это 35-часовая рабочая неделя. И можете представить, что эти 4 тысячи людей стали инициатором каких-либо стартапов в IT-секторе? Представьте себе, что вы имеете в виду 1 миллион безработных строителей в Испании. Это очень сложно найти занятость всем этим людям. Я думаю, что если только правительство не собирается начинать основывать свои собственные компании, это единственный выход здесь, когда люди начинают сами предоставлять свои собственные услуги. Но это требует так много времени. И если вы работаете за 20-30 лет, с чувством, что это ваша рабочая работа, это очень сложно работать с неимплоидами, которые более чем 4 лет лет. Если вы 20-30 лет работали, и у вас было чувство защищенности, что у вас есть работа, очень сложно начинать все заново. Такой вопрос у меня. Выход из кризиса, когда Европейский Центробанк предоставляет ликвидность, не кажется ли вам коррупционным? То есть, несколько банков, так называемых шестерных банков, которые связаны с Центробанком, получают деньги по очень низкий процент, фактически под нулевой ликвидностью. А сами потом эту же ликвидность дают в кредиты, которые получили задешево, уже дают другим банкам, либо населению под более высокие проценты. И фактически у них прибыль получается из воздуха, из ничего. То есть, они как-то получают из Центробанка дешевые деньги, а сами дают кредит дорогие деньги, при этом деньги вкладчиков не привлекаются. Скажите, не является ли вот подобная ситуация тем, что как бы депрессия в Европе, экономический кризис затягивается из-за этого? Есть ли какие-то signs of corruption? Когда европейский центральный банк дает деньги к своим банкам в окружении Европе с ценовой заинтересоваться, с ценовой заинтересоваться. И вот эти банки дают деньги и другие банки, или курицы, с ценовой настройки, с ценовой заинтересоваться. So these mediators are making just money just from nowhere. Isn't that some sign of corruption? That was the first question. And the second is, isn't that one of the motives, one of the reasons why the stagnation in the European Union is prolonging? I will ask you for the second question again, because I already forgot. So regarding the borrowing and lending money and making the profit margin out of nothing, this is a principle of modern banking system. Извлечение прибыли из ничего является основополагающим принципом сегодняшней банковской системы. Даже коммерческие банки могут предоставлять больше займов, чем собирать депозитов. Если бы банкам применялись обыкновенные бухгалтерские системы учета, которые используются для обыкновенных компаний, то все бы банки давно обанкротились. Он бы не считал бы это коррупцией, если это было выборочно. Однако, Родон считает, что реформы в банковской системе и уменьшение таких ситуаций бы оздоровили банковскую систему в целом. Ситуация, естественно, что такая ситуация, когда европейский центральный банк дает деньги другим банкам под 0% только ухудшает всю ситуацию в целом в Европейском Союзе. Таким образом, Европейский центральный банк лишь выигрывает время. Вы говорили, что большая проблема для выхода из кризиса это связь банковских и чиновников. Если вспомнить предыдущий кризис, о чем я уже говорил, то там, к примеру, экономика привела к росту среднего класса. Это позволило во многом влиять и на экономику, и на политику. Почему сейчас в Европе средний класс не может повлиять на то, чтобы разрушить эту связь между чиновниками и между банкирами? И какое состояние среднего класса сейчас в целом в Европе? Почему в Европе средний класс в Европе не может повлиять эти близкие отношения между официальными банками и банками? И какая ситуация с средний классом в Европе сейчас? Сейчас в Европе демократические системы, правительство выбирается на 4 года, и все само по себе это предоставляет моральные риски. Как обычно случается так, что политикам не приходится платить, либо нести какую-либо ответственность за свои собственные действия. Это очень сложно получить контроль над финансовой системой и обратно. Было бы хорошо, вся бы эта система работала, если бы средний уровень заработных плат рос. Потому что люди очень чувствительны к неравенству. Если ваша заработная плата растет примерно такими же темпами, как заработная плата вашего соседа, то все прекрасно. Но если ваша заработная плата не увеличивается, либо вы теряете работу, то, естественно, вы сразу замечаете финансовых воротил, которые зарабатывают в тысячу раз больше, чем вы. Монетарные и финансовые системы настолько сложны, что обычные люди даже не могут задать правильный вопрос. Не говоря уже о том, чтобы судить о том, правильные ли решения приняли политики. Сам Родован очень скептически относится к предполагаемым реформам банковского сектора, потому что ни банки или топ-менеджмент банков, ни политики не заинтересованы в изменении существующего положения. Представьте себе, что часть финансовой системы – пенсионный фонд. Люди в Незерландах и Германии не настолько богаты, чтобы получать 2000 евро. Они очень богаты, потому что они инвестировали деньги в пенсионные фонды, и эти пенсионные фонды владеют банки, банки, большие компании. Они всю жизнь инвестировали какую-то часть своего собственного дохода в пенсионные фонды. У пенсионных фондов есть акции каких-либо корпораций, есть долговые обязательства, в том числе государственные обязательства государственного займа. Таким образом политики говорят, что если мы сейчас проведем какие-либо реформы, вы потеряете часть своих пенсий. Это примерно как змея, которая ест свой собственный хвост. Это сложный изменение. И что-то изменить в этой ситуации достаточно сложно. Какая-то состояние среднего класса как-то еще. Я имею в виду владельцев фирм не просто там обыкновенного рабочего, а действительно. Мелких средних владельцев, понимаете? Мелкие фирмы там средние фирмы, а не просто рабочие там на volkswagen. Почему они не противостоят? Почему медленные и маленькие бизнесы не противостоят сейчас в экономике? Ну, вы не можете их разделять. Потому что маленькая компания имеет логи от коммерческих банков, как и Volkswagen. и у Volkswagen. Если вы сравниваете уровень дохода немцев в 1955-1960 году с тем уровнем дохода, который у них есть сейчас, то они живут как кинги. Сейчас. Если вы сравните уровень дохода немцев в 1955-1960 году с тем уровнем дохода, который у них есть сейчас, то раньше они жили как короли. Сейчас. The middle class. Middle class can travel. Has cars, houses. Their kids are studying at universities. They have healthcare system. And in terms of quality of life, you can hardly find something they are missing. Потому что касается сегодняшнего уровня жизни, вряд ли им стоит желать чего-либо еще. У них есть машины, у них дети получают образование, они много путешествуют. Я не говорю сейчас, господин Родован говорит не о Греции, а о Германии. Поэтому на улицах вы не увидите возмущенных толп пенсионеров, жалующихся на то, что они не могут оплатить за наем жилья или купить продукты. Однако можно увидеть протесты, например, в Испании, где уровень жизни изменился к худшему. Поэтому сложно сказать, как живет европейский класс в Европейском Союзе. Потому что жизнь среднего класса отличается от страны к стране. Какие управленческие методы или, может быть, экономические инструменты используются в правительствах Евросоюзе, вот конкретно в Словакии, для того, чтобы сократить стоимость государства и его эксплуатации? Какие методы и экономические методы используются, например, в Словакии, для уничтожения государства? Увеличение налогов. А конкретно в отношении государственного аппарата? Может быть, сокращение какие-то, унижается бюджет на что-нибудь? Может быть, сжигавить агентства, агентства, или, может быть, сжигавить оплаты... Герои серьезные оплаты в Словакии с полном седе с 2005 года или с одним из 4 лет поста. Все расходы государственного сектора в Словакии не изменят неизменные последние 4 года. Правительство решило, что лучшим выходом из кризиса является не инвестировать. К примеру, вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру, с каждым годом больше денег расходуется на пенсии. В государственном секторе за последние три года заморожены зарплаты, но количество занятых не изменилось. Или, с ответом на кризис, в дальнейшей федерализации Европы, начать полномочия национального уровня на общеевропейский, в том числе в финансовом секторе, и как реагируется проект в Соединенных Штатах Европы, то есть когда будет общая федерализация действий всех стран? Это очень важный и тяжелый вопрос, трудный вопрос. С одной стороны, это уже происходит, потому что Европейский центральный банк ведет себя, как если бы он был федеральным учреждением. Однако, очень сложно представить, что, например, немецкий премьер-министр будет заявлять о необходимости снижения пенсии в какой-либо стране. Очень сложно сравнивать Европейский союз с Соединенными Штатами Америки. Однако, фискальная гармонизация налогового законодательства, налоговых систем – это лишь одна страна вопроса. Однако, что касается социальной сферы или законодательства в каких-либо отраслях, все это уже урегулировано, гармонизировано законодательством Европейского Союза. Таким образом, национальные правительства не хотят терять возможность самостоятельно устанавливать уровень налогов. Вы можете видеть, что Европейский союз пытается установить налог на финансовые транзакции. Однако, национальные правительства абсолютно не поддерживают этот налог. Это интересный факт, что Европейский комиссионер сказал, что он очень грустен, что правительства не способны поддерживать этот налог, потому что в общественных сервисах это имеет 65% поддержки. С точки зрения Европейского комиссара, очень печально, что национальные правительства не поддерживают такое начинание, потому что, например, при опросе общественности, примерно 65% были за такое начинание. Он говорит, что такой налог улучшил бы ситуацию в Европейском Союзе. С точки зрения Родобана, скорее можно говорить об усилении фискального контроля в Европе, но не над созданием какого-либо объединения похожего на Соединенные Штаты Европы. Но 5 лет назад я не мог бы представить, что я дам 3000 евро в Европе. Но, к примеру, пять лет назад, когда он не представлял, что примерно 3000 евро ему придется отдать для спасения Греции. Вопросы? Да? Сегодня мировая экономика выглядит глуполярной. Есть США, которые печатают деньги для всего мира. Есть Китай, который производит товары для всего мира. На вырученные деньги он инвестирует тоже по всему миру. Способны ли в этой системе Европа генерировать какие-то самостоятельные глобальные экономические решения для остального мира? Или они замкнулись в себе на волну? Ну, в сегодняшнем мире есть две полиции. Один в Европе, который притает деньги, а другой в Китае, который производит все. И в Европе использует этот деньги, чтобы инвестирует весь мир. И в Европе есть какие-то проекты? Или это закрыто экономическое системе? Вы можете помнить, что до кризиса Иран пытался торговать своей нефтью за евро? Было много рассуждений о том, что евро потенциально могло стать резервной мировой валютой. Европейский союз в состоянии... Дефицит бюджета Америки составляет примерно 10%. Дефицит европейского союза в состоянии кризиса 3%. Инвесторы still buy U.S. bonds for zero interest rate. Кроме того, однако долговые обязательства США все равно скупаются за нулевой процент. I think European Central Banks operate in coordination with the Federal Reserve Bank. But I think the power of the Eurozone is much lower than the American power. The problem is that China by itself imagined that the value of Chinese exports exceeded the German exports only in 2012. Right? The Chinese economy is huge, but they are not producing huge value. So it will take a lot of time until China will become serious counterpart to the United States. It should take a lot of time, so that China will become one category of the United States. The Chinese economy is huge. The Chinese economy is huge. Yes. The Chinese economy is huge. Let's do it first. Let's do it first. Let's do it first. The Chinese economy is huge. What is the opportunity for the world to create a global reserve system? Об этом были разговоры. И будет ли это решением последнего кризиса? Можно ли создать глобальное резервное системы, как в Америке, и это может быть результатом последнего финансового кризиса? Льдомин говорит, что он не является специалистом именно в денежной экономике, однако с его точки зрения мы как раз и живем в такой системе. Есть определенный уровень индепендации чиновского центробанка, индийского центробанка или японского центробанка, но этот систем не работает без федеральной резервной банки. Естественно, например, центральные банки Китая или Индии или Японии, они сохранили некоторую степень независимости, однако все равно их функционирование невозможно без федеральной резервной системы США. Но я не могу сейчас представить, что мы должны быть уничтожены страны, а потом мы должны быть уничтожены страны, центральные банки. Я не могу представить это в будущем, но я не знаю. К примеру, сейчас есть Организация Объединенных Наций, таким образом у нас будет объединенная резервная система в таком виде Родоман этого не представляет. Но я не считаю такими ситуациями как конец кризиса, но как начало гораздо большого кризиса. А лишь начало следующего, еще более масштабного кризиса. Давайте я вам показать снова эту картину. Представляете, как много силы у него получил этот человек. Он сказал одну строку, и он двигался по 5%. В один месяц по 10%. Он может сразу изменять цену ваших ассетов. Представляете, какой силой обладает этот человек. И видишь, одна его фраза, сказанная о том, что от евро не откажутся, уже поменяла ставки в соотношениях евро и доллара. И эти ставки стали расти и расти значительно. Я думаю, что центральные банки встают, что у них есть возможность что-либо изменить. Что там у нас сегодня в повестке дня на изменениях? Я думаю, что это не будет хорошая опция, чтобы иметь только один человек для всего мира. Рудовано кажется, что было бы плохой идеей, когда один человек станет ответственным за весь мир. Вы, пожалуйста. У меня вопрос на прямую программу, по что рада. Я думаю, что эта крышка не потели, а я все ж таки хочу себе вернуться. Почему эти проблемы актуальны для постсоветской просторы? И тем можно ждать выника от такого проекта в Беларуси. Какие могут быть выники этого проекта в Беларуси на думку эксперта? И с какими проблемами, на его думку, сотукнутся створайники этого проекта в Беларуси? Такая вопрос с главным проектом. Причем, что это для постсоветских страны? И какие проблемы могут быть встречadas в Беларуси? Какие проблемы могут быть встречadas в Беларуси? Такая проекта была доступна в Чехе. Реклама Наибольшей проблемой являются правительство, а также качество предоставляемых ими данных. Мы желаем, что правительства могут использовать Excel. Продолжение следует... 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 Вам, Родован, советует почитать книги. The one is named Great Stagnation. And the second one is called Average is Over. In about 100 pages, he is perfectly describing the reasons why it's so difficult to create new jobs. And on the other hand, he is describing future roles. Like, what can we expect when... Can you imagine the transportation sector, if the Google driverless cars are working? We don't need drivers. Even insurance companies are afraid. So, we have to look in the Western economies, where industry employs maybe 20% of population. They provide services. And this economy says that people... we will have a lot more personal couches, for example. But I don't only mean, like, fitness couches. He is describing such a life that I want to train yoga, so I will pay teacher yoga. So, in future, thanks to the automatization, we will have a lot more cheaper products than we have now. So, we will be willing to spend more money to buy human services. But, as you have seen the quotation of Hayek, economists are there to explain that we don't know that much. In the end of the 19th century, there were hundreds of thousands of workers on the streets saying that the machines will kill the jobs. There was a time when women were not working almost at all. So, nowadays, we are employing far more people than was employed in the industry in those times. Economists are good in describing history, but very bad in forecasting future. So, don't take me too seriously. So, don't take me too close to what I have told you. Please, three last questions, starting with your question. Well, how are you in Europe? Okay. Has labor division just encountered the end of the world? Yes. Can people... Do you want to talk about people in Europe? Yes. Do you want to be more than a company in Europe and not a company? Not a company, not a company? Do you want to talk about them without a company? Then you want to talk about any of these, maybe you have something like that. I've talked about it. For example, everybody has Nokia or iPhone. Just one plant makes cellphones for the whole world. This is a question for any industrial manager. And they can explain that certain concentration is not, or 100% concentration of production is not the desired goal. In the simple words, in the free market, monopolists usually do not survive. The monopolist of free market, monopolists fail because they stop to innovate. I think Nokia is a perfect example, that maybe five years ago the share of Nokia was 35, and now it dramatically dropped. And we humans, we have the advantage that we want to be different. So if we have this differentiation, and if we have the pressure to innovate, then I'm not afraid that there will be one producer for the whole world. There is one economic theory that says that in a foreseeable future, we will be able to develop thinking robots. And if these thinking robots can produce things for us, it would be far more cheaper than we are buying in now. But this is something that we can only speculate about. There would be one huge factory with thinking robots that would produce everything for everyone. But this is only something that we can only think about. For example, that there will be one big factory, on which thinking robots will produce things for the whole world. Another question? Other question? do you think the opportunity of a country to come to its own value allows its current chance to build on the current value? Now, what would it be among the current value of its current value? This opportunity to invest in its current value. Do you think that as a possible country, it is an existential value of its current value? Есть ли уникальность национальной стране, чтобы принять свою собственную коррекцию, вместо того, чтобы присоединиться к другим странам, которые используют свою собственную коррекцию? Действительно, есть много преимущества. Например, Чехия, с своей собственной коррекцией, не могла дать так много налогов Греции, как Словакия. Естественно, существует определенный набор преимуществ. Например, Чехии не приходится настолько оплачивать долги Греции, как Словакии. Два месяца назад Центральный банк Чехии снизил ставку. Они считали, что таким способом они могут поддерживать свою промышленность. Однако есть же страны, правительство которых наслаждается игрой с печатным станком. Для жителей и граждан таких стран гораздо лучше жить в Европейском Союзе, чья финансовая система контролируется в большей степени. Возможно, я вас удивляю, что я в favor of competition of currencies. Я позволяю гражданам использовать любую коррекцию, которую они считают, что это безопасно. И он, с его точки зрения, он бы позволил использовать гражданам страны ту валюту, которую они предпочитают. И последний вопрос. Вы думаете, сейчас Европейский Союз будет пытаться решить все свои проблемы с монетарным кризисом внутри себя, или как это было раньше, в предыдущих этапах в истории, они будут пытаться выйти на какие-то зарубежные рынки, то есть давайте все такое нечестное. в Америке, в Северном Америке, что-то подобное. Они уже используют будущие ресурсы. Они уже используют ресурсы будущего. Вы используете ресурсы ваших детей. Но есть интересный факт, например, рекламная дорога из Будапешта до Белграда. Давай. Например, интересный факт, что железнодорожное полотно от Будапешта в Белград должно быть реконструировано и закasано ть чинская компания. Но с другой стороны, Европы не требуется так много инфраструктурных преобразований в транспорте. То есть, чтобы реконструировать транспортную сферу, нужно потратить гораздо меньше денег, чем чтобы реконструировать финансовый сектор. Поэтому правительства стран-членов Европейского Союза перекладывают эту проблему на плечи налогоплательщиков, а также детей налогоплательщиков. Спасибо всем за участие, за внимание, за ваши вопросы.